Братья и сестры, я вместе с вами хочу сказать славу нашему Богу. Бог достоин славы, и мы сегодня... Первый брат, он говорил о том, что Господь, Он для нас что-то готовит, и уже Бог говорил нам сегодня, и говорил о том, чтобы мы восходили на гору к Господу, то есть уединялись, молились, искали лица Господня, общались с Господом, получали от Господа благословения, и я в продолжении наших проповедей, которые братья приняли такое для себя, поставили задачу такую, чтобы поговорить о семье. Семья сегодня в мире, в обществе, где мы живем, и вообще, наверное, во всем мире, она не сильно популярная, сегодня семья, она не сильно воспаляется и не ценится, сегодня наоборот, мы понимаем и видим, что мир, особенно общество, в котором мы живем, оно наполнено более гражданскими браками, где нет ответственности особой, и люди не ценят тем, что Бог дал. И мы, как христиане, мы не должны поддерживать, знаете, традиции народа, или традиции своего славянского народа, или страны, в которой мы выехали, но мы должны поддерживать то, что написано в Священном Писании. И в продолжении темы этой, прошлое воскресенье, старший пастор проповедовал, он последнее, что говорил, он говорил о Джеймсе Добсоне, Добсон, человек, который написал очень много книг про семьи. Я в свое время, когда мы, я женился, у нас создалась семья, нам кто-то на свадьбу с гостей подарил книгу о воспитании детей. И даже в те времена, раньше, это, знаете, было многим подспорьем о том, чтобы, как правильно, вопросы на ответы, бытовые ответы, как с детьми быть, много таких вот чисто правильных советов, как поступать. И сегодня я не рекламирую книги человека, но я говорю о том, что люди, которые воспитали семьи, которые имели семьи, они могут поделиться чем-то. И там было последнее слово, такое выражение этого проповедника, писателя, учителя, такое слово, до свадьбы смотрите оба, а после свадьбы сквозь пальцы. Я понимаю, что выбор уже человек сделал, и мы останавливаемся на том, что человек выбор сделал, и дальше движется, дальше смотрел, потом живи. И многие вопросы, которые возникают в подготовке к свадьбе, молодые люди задают вопросы, говорят такие вопросы, что это традиции, докажите у Библии, зачем, почему, и как правильно поступают, сейчас по-другому поступают. И вот этот перевес, даже иногда родители не имеют как бы основания, или нет ответа на многие вопросы детей, которые умны, которые начитаны, которые пропитаны духом последнего времени, и они пытаются вот этот дух принести в церковь. И возникают первые такие недопонимания. Война миров, знаете, мира земного, вот этого, где действует дьявол, лукавый, духовного, внутреннего, между родителями и детьми появляются первые конфликты, потом дальше воспитание детей. Но первые конфликты и недопонимания, может быть, слово конфликты, это уже грубо, первое недопонимание, это правильнее будет сказано между родителями и детьми. В Галатам апостол Павел интересную фразу написал. И он сказал, что не обманывайте, 6 глава Галатам, 7 стих, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек будет сеять, то и пожнет. И Бог говорил и говорит во все века, чтобы люди понимали, то, что я сею, то мне придется жать. Мы хотим жать хорошее, мы хотим, смотрим на другое поле, какое красивое, и мы хотим так само жить хорошо, удачно, успешно, благословенно, чтобы детки были хорошие. Мы хотим так, но мы должны сеять в начале, создание семьи. И одна из традиций, которая, даже не из традиций, наверное, я начну из Священного Писания, открою бытие. Бытие, 2 глава, 18 стих, говорит так, это Бог сказал, когда Бог создавал семью, то есть мир создавал и первую семью, то здесь 18 стих говорит так, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Бог увидел, слово такое «нехорошо». Бог увидел вот это «нехорошо», что создал человека, Адам есть, но Он увидел, что вот это «нехорошо» и говорит, «то есть мы должны создать человека, помощника ему». И Бог сотворил, сотворил помощника. Мы знаем, как это происходило, через что проходили люди, и было все хорошо. Наступило у Божьих очах, вот это «одиночество» было нехорошо. Он говорит, создадим, сотворим человека, правильное выражение, сотворим человека по образу, сотворим помощника, и Бог это сделал. И семья или брак – это не наказание для живущих на земле, а это награда от Господа, это благословение от Господа. И когда мы сталкиваемся с таким первым, первым, как мы уже говорили, люди решили создать семью. Они об этом говорят родителям. Вначале, естественно, спрашивают друг друга, получают согласие, говорят об этом родителям. Родители жениха договариваются и идут родством, происходит сватовство, так называемое, идут родством к родству невесты. Сегодня это наше время, оно иногда приобретает такой праздничный, большой праздник, такое событие, сватовство. Иногда можно назвать целая свадьба. Но это уже, опять-таки, по возможности, по традиции, наверное, по возможности люди собирают больше людей. Иногда собираются мало людей. Собираются родственники близкие, собираются жениха родственники, невесты, служители церкви. И они приходят и говорят о чем-то. И когда они приходят, обычно, обычно, когда приходят, молятся. Первое, что молятся. Есть, иногда люди приносят мирские традиции у сватовства. Иногда приходят и рассказывают сказки, байки, как у мире это делается. Но у христиан, да не будет так. Когда люди приходят, они помолились, призвали имя Господа. Для нас это есть пример, пример, как Авраам послал раба для своего сына Исаака. Это обычно считается и говорится на сватовстве, как это происходило. И когда люди собрались, для чего сватовство? Это для того, что молодые люди чувствуют ответственность за свое решение перед родственниками одним, перед родственниками вторым, перед церковью. И спрашивают, они рассказывают свое желание, что они полюбили друг друга, что они хотят быть вместе, что их никто не заставил, что это их личное желание. Спросили родителей, спросили одних родителей, вторых, все довольны, родственники, все не против этого события, чтобы они создавали семью, молятся. и потом, естественно, два родства собралось, начинают знакомиться, создается еще больше родство, родственники новые появляются. И для того происходит сватовство, чтобы и родственники, дети знали новых родственников, не только жених и невеста. И когда люди видят своих родственников, мы можем общаться, расширяется круг друзей, круг знакомых, и не только знакомых, а это те люди, когда мы говорим о христианском мире, это люди, которые становятся ближе. Когда приходит беда или горе, они могут помолиться. Когда приходит какое-то счастье, они могут порадоваться. Когда какая-то неудача, они могут посоветовать выход из этой ситуации. И когда есть родство, это здорово. Противовес сегодняшнему миру или обществу, в котором мы живем, к сожалению, люди где-то договариваются между собою. Иногда вообще без участия родителей, папы или мамы. Или уже прошло несколько поколений, поменялось, и даже некоторые дети не знают своих пап или же мам. И люди договариваются, поженились безответственно. Они вроде бы были чувства, вроде что-то было. Они собрались, родился ребенок, они разошлись. Опять второе замужество, второй брак, второй ребенок, травма у детей, печали у родителей, нервы и все остальное. И это наполняет мир. Мы сегодня, наверное, видим, и я так часто общаюсь иногда с людьми, которые здесь живут, и они рассказывают интересные судьбы о том, что утратили вот эту мораль христианскую. И блуд, безответственность, они заполнили мир. И люди, живя в этом, они даже не помнят, кто, не могут рассказать, кто дедушка у тебя. родился ребенок, они не знают, кто дедушка, потому что, может быть, никогда не видели. В противовес христианскому миру мы говорим, друзья, это не просто традиция, это то, что мы делаем, так написано в Библии. Возможно, не все описано, как мы делаем, но главные мотивы о том, что мы должны родственники быть, и человек тогда ответственный, ответственный не только перед выбором своей жизни, а перед родственниками, перед церковью, есть ответственность. Конечно, сватовство, это, я бы сказал, не всегда зависит благословение, как провели сватовство, но благословение зависит от того, как мы строим семью, и как мы живем в семье. И, опять-таки, обращаясь к Библии, евреям, написано так, евреям Господь говорит слова такие, чтобы без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Это немножко здесь о благословении говорится. Но когда мы говорим о том, что когда создалась семья, когда произошло сватовство, и что же дальше, есть ответственность у молодых людей, и они готовятся к свадьбе. И Библия говорит, брак у вас да будет честен, и ложе да будет непорочно. Библия объясняет нам о том, чтобы брак был честен. И когда читаем Слово Господнее, в Слове Господнем Бог дал ответственность молодым людям в второзаконе 24-я глава 5-й стих говорит так. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать. На него пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. И в притчах интересное место также написано. Это к жене написано в притчах, мы почитаем. Но здесь интересное говорит, что тот, кто женился, говорит, серьезных работ тебе не даем, на войну тебя не берем, но твое задание на протяжении года увеселять жену свою. Знаете, слово увеселять свою жену каждый может по-своему понимать, но здесь говорится о том, что в течение года ты должен настолько быть знаком с женой, настолько был, что когда пройдет этот год и ты расстанешься или же придет в командировку или еще где-то пойдет, мы сейчас не говорим о войне, никто не хочет идти на войну в наше время, но говорит, чтобы тогда супруга, которая она переживала, она молилась, она заботилась, она соучаствовала и слово увеселяй это не обязательно плацкие утехи, хотя не без того, но дело в том, что здесь говорится о том, чтобы возможно на кухне поработать, возможно погулять, кто-то может стихи читать, я не знаю, но Библия говорит слово увеселяй, у тебя задание увеселяй жену свою, и в притчах написано утешайся женою, и когда вот это знаете идет вопрос создания семьи, цель та, что я женюсь, потому что я хочу, чтобы выбор, который я выбрал супругу себе, я хочу, чтобы она была счастлива, я хочу, чтобы для нее делать что-то хорошее, я каждый день пытаюсь для нее что-то сказать хорошее слово, увеселение это делать человека счастливым, и когда человек поставил задание в создании семьи, чтобы делать хорошее, потому что на святовстве спрашивают, почему мы полюбили, мы полюбили, то есть если я полюбил, для любимого человека пытаются сделать все самое лучшее, в обратную сторону человек хочет и утешить, когда человек приходит с работы, может быть расстроенные чувства, может быть он должен поговорить, утешить, посочувствовать, и тогда приходит гармония, один заботится о другом, другой заботится, то есть во время христианского, или семья, которая создалась на основании священного писания, это один делает хорошее для другого, другой в обратный, тогда счастливый, и тогда вот это слово нехорошо, это понимание Бога становится хорошо, потому что им обоим хорошо, они спешат к дому, они спешат, знаете, как-то задал один вопрос человек такой, какая разница между любовью и похотью, вот, как разобраться, вот, я люблю, потому что я хочу жениться, или у меня похоть просто, я хочу жениться, и ответ такой интересный, о том, что похоть, она желает удовольствия сейчас, здесь, для меня, мне все равно, какой ценой мое удовольствие получит, достанется другому человеку, я думаю только о себя, похоть, она сама по себе эгоистична, она себе ищет только удовольствия, любовь уже напротив, любовь ищет благословения, и Бог говорит, или через Писание говорит, увеселяй, делай другому человеку, чтобы другой человек с тобой был счастлив, не только как ты счастлив в семье, а как счастливы другие с тобой находясь в семье, это очень важно, и пусть Бог поможет благословить молодым семьям, старшим семьям, средним семьям, подумать, счастливы ли те люди, которые со мной. Одному человеку, я слышал историю, думаю, наверное, вы слышали эту историю, одного старшего человека спросили, говорят, как ты женился? Он говорит, ну да, конечно, вы сейчас на дорогих машинах, вас сейчас так вот вы ездите к невестам своим, а я в свое время шел через лес к своей невесте. И вот так он задумался немножко, а потом говорит, лучше бы я заблудился. Знаете, вот прожив жизнь человек, он сделал какой-то вывод своей жизни. Он прожил жизнь с человеком, с которого он выбрал. и прошла жизнь, и он в конце жизни своей говорит такие слова. Лучше бы, наверное, я там заблудился, мне было бы лучше. Друзья, а как состоит дело у нас с вами? Прожили мы свою жизнь? И если бы нас сегодня кто-то спросил, вышла бы ты замуж за своего мужа? Или ты женился бы на ней? может быть помолчали и сказали бы лучше заблудился, а может бы сказали мой выбор был бы точно такой. Некоторые люди слышу говорят такие слова, чем больше живу, то мне кажется что сильнее люблю. И да поможет Господь, чтобы наша жизнь, в своей жизни, знаете, в Старом Завете это один год был, короткое время, чтобы люди делали друг друга счастливыми. Но в нашей жизни вся жизнь, и мы должны всю жизнь заботиться о том, чтобы делать избранника, и кого избрали в своей жизни, счастливыми, чтобы в конце дней жизни, знаете, нам было, когда теряют люди, они действительно теряют, что-то потеряли в своей жизни. Или же слава тебе Господи, я как-то доживу сам, собрались два человека и говорят, вот помните историю, такую сказку, я не знаю, как его сказать, правильно, говорят, как, кто, мы помолимся, что кто-то, кто из нас умрет, или как там, говорит, что, Господи, ты его забери, а я уже как-нибудь сама доживу, знаете, то, чтобы не было в нашей жизни, пусть Бог нам поможет. Друзья, знаете, жизнь наполнена и шутками, и историей, и их можно рассказывать, и беда, когда семья создается с эгоиста или с эгоистки, или из любящего человека. Один пытается только для себя, я хочу, чтобы она меня любила, я хочу, чтобы она меня готовила, я хочу, чтобы от своей стороны он не хочет жертвовать собой, он не хочет что-то сделать, ночью встать до ребенка, он не хочет помыть посуду, он ему хочет, может быть, дом убрать, он не желает, потому что он, может быть, вырос, когда вокруг его все бегали, и вокруг его только все ему было, и вот такой человек женится или выходит замуж, и они ожидают от другого, что все будет только для меня, все вокруг меня, и тогда получается трудности приходят, недовольствия приходят, люди терпят друг друга, иногда говорят такие выражения, то ради детей, да вот ради детей уже мы живем, но детки вырастут, а потом ради кого вы будете жить, когда уже детей не станет, когда дети разойдутся, и когда люди живут без гармонии, без согласия, когда один не увеселяет, не заботится о жене своей, жена не утешает мужа своего, то есть, как я уже сказал, это не только мы говорим об интимных вещах, я сейчас говорю в общем о жизни, если люди не заботятся друг о друге, тогда действительно приходит какой-то момент в жизни и спросит человека, а он говорит лучше бы я затерялся, заблудился. Помоги нам Господь, помоги нам Бог, чтобы мы вот все-таки искали Господа. Молодые люди, которые, конечно, наверное, где-то какая-то частичка вины родителей есть, или может быть недосмотр, когда вот молодые люди женятся, пытаются, хотят жениться, они пытаются как бы обусобиться, они умные, грамотные, они независимые материально, многое из них твердо стоят на ногах финансово, и они не считают иногда важным подойти к родителям и спросить, вот я хочу жениться, я бы хотел или хотела вот так сделать, как вы посоветоваться, они иногда ставят просто перед фактом, у нас свадьба у нас будет вот здесь, мы купили то, мы заказали то, мы будем то, все, то есть, хотите вы этого, не хотите, да, может быть, это современное общество, но это не совсем правильно, было бы хорошо, чтобы это почтение и уважение к родителям, оно было и продолжалось, так учить Библия, почитай отца твоего и мать твою, и вот этом именно проявляется почтение, когда дети, которые хотят создать семью, они сватовство сделали, они сделали по возможности, есть возможность больше людей собрать, собирайте, есть возможность только папы, мамы и пастыр церкви, и молодые, жених и невеста, это нормально, так делайте, по возможности, но делайте это правильно, старайтесь уважать родители, церковь, куда вы принадлежите, и церковь уважайте, тогда будет открытое благословение родителей, сердце будет открыто, благословить вас родительское сердце. Церковь также скажет, Господи, мы благословляем, вот эти молодые люди, они правильно начинали, мы видели, что они начинали это с церкви, и пусть Бог благословит, чтобы благословение Божее, оно приходило в вашу жизнь, И, конечно, родители по-любому благословлят. Ну, как слово благословлят? Поучаствуют. Благословение, я чуть в конце остановлюсь, слово благословение. Они поучаствуют в том, в вашем браке, они примут какое-то участие. Но с таким сердцем, это уже другой вопрос. Но совет молодым людям, кто есть в зале, если вы планируете, советуйтесь с родителем. Не обходите родителей и получите и благословение, и добрые ваши будут отношения дальше. У вас будут детки родиться, и Господь благословит. И у вас будут няньки, бабушки, если здоровье будет позволять. Будет все хорошо, пусть Бог поможет и благословит вас. Рождаются дети. И воспитание детей. И, знаете, я интересно взял для себя, даже выписал, поинтересовался, когда же, задают вопрос молодые люди, когда же начать воспитывать ребенка. И задают вопрос, в каком возрасте и как. Напишите какой-то, знаете, и расскажите, как правильно. Сегодня, я уже говорил из-за доктора Добсона, в прошлом воскресенье говорили, книги есть, множество других книг есть. У нас есть Библия, которая нас учит, как правильно. Это самая главная книга по обучению семьи, восстановлению и ребенка. И люди иногда не дают ответственности, когда надо воспитывать ребенка. И я поинтересовался, не Библия, а исследования. Говорят, что слуховая система ребенка в утробе матери начинает реагировать на звуки в 18-20 недель. В утробе матери ребенок начинает реагировать на сердцебиение матери, на звуки, которые исходят извне. И когда совет такой нам давали, мне давали, я могу поделиться молодым людям, которые ожидают, которые узнали, что жена беременная, такая новость хорошая, в основном для всех хорошая. Бывают исключения, исключений не бывает, но бывают случаи, когда нехорошая для кого-то новость. А должна быть всегда хорошая, когда узнали о рождении ребенка. Когда узнали о рождении ребенка, родители молятся. Папа, он должен благословлять, он должен молиться, он вместе с женой, чтобы Бог благословил и время беременности, и родов. Не тогда, перед самыми родами, когда врачи сказали, трудная беременность, и мы не знаем, как он выдержит или нет. Не тогда уже говорить, давайте помолимся, потому что вот так врачи сказали. Сначала, когда вы узнали, что у вашей жены в очреве, в зачатии есть ребенок, молитесь, молитесь о развитии, молитесь о благословении, молитесь о родах, молитесь о судьбе. Вы молитесь. И это говорите Господу, потому что Бог, кто дает подарок, а мы его достойно должны принять. Вы знаете, я видел, как принимаю подарки, и когда люди дарят подарки, ну, в Америке все, в принципе, как-то так воспитаны, что там, вау, кричат, да, вот подарок хоть бы никакой не был, что в душе это трудно понять, но у славян более выразительно. Когда дарят подарок, мы можем по лице прочитать, мы угодили или не угодили человеку, то есть, ну, мы смогли, как бы, приятное сделать или нет. И когда мы это делаем, то мы видим, как люди воспринимают Бог, который видит, Давид, я не раз повторяю, говорил такие слова, что слова на языке нету, знаешь, когда я встаю, ложусь, и Бог знает, когда вы узнали, с каким сердцем вы приняли, или вы сказали, ой, да еще не время, да что так, мы хотели еще пожить. С каким сердцем? Если вы принялись сердцем таким недовольным, эта новость вас не потрясла, радость не пришла, а у вас пришло какое-то, ну, не вовремя все так это. Вы знаете, это будет оставать, отдавать след на плоде, который есть. Если люди это делали, они обязаны перед Богом и перед этим зародышем, они должны покаяться, сказать, Господь, прости, может быть, какой-то момент неправильный был, но я принимаю твой дар, ты, дети, дар от Господа, ты даешь дар этот. И вот этот дар появился на свет, и мы должны его воспитывать. Этот дар задает, когда начинает говорить первые шаги, говорить суеты, приятных клопот и неприятных, недоспанных ночей, вопросов много, и нам придется отвечать на них. И знаете, когда мы отвечаем, я замечаю уже так по жизни на детей, которые подросли, одни воспитывают доброту, они воспитывают и до игрушек по проявлению доброты, и к родителям, и к друзьям, они воспитывают вот это все хорошее чувство. Говорят, даже ребенок, когда ошибится, они пытаются исправить человека, в то время наказывают. Я сегодня, когда говорю о наказании, я не говорю о насилии, я не говорю о каком-то жестоком обращении с детьми, но детей надо воспитывать. Слово воспитание, оно говорит о том, что надо применять какие-то меры, лишать каких-то удовольствий. То есть каждый родитель должен подбирать индуидуально для своего ребенка. И воспитание, пусть Бог поможет, и я видел, замечал одну такую картину. Спустя некоторое время я был в одной семье, и вот мама играется с ребенком, ребенок упал там, перецепился за игрушку. И вот мама говорит, ну а теперь давай мы ему этому медведику дадим. И вот они вместе там бьют. И этот ребенок вот с такой, знаете, начинает бить эту игрушку, начинает это, все. Ну ей лег, что же ребенку стало, вроде бы как это. И родители не подразумевают, что воспитывают вот это в человеке. И вот какое-то время спустя я встречаю этого человека в церкви. И ну так вот, это были, и я смотрю, этот что-то там психанул ребенок, знаете, как бывает. И этот ребенок, давай маму. А маме неудобно, что ж ты и бить не будешь среди людей в церкви. Понимаете, друзья, симптомы проявления – это наше воспитание. Это не потому, что ребенок такой же нехороший. Да, ребенок где-то реагирует, да, ребенок где-то проявляется вот эти, так сказать, недобрые качества, дьявольские я бы назвал, вот это отношение. Но когда мы воспитываем, мы говорим, но самое главное, друзья, кроме наших человеческих воспитаний, сколько бы мы не прививали, не используя психологию, да, сколько бы мы не прививали каких-то добрых чувств, для верующего человека самое главное – молитва к Богу. И вот эти вещи, когда я говорил, что молиться за то, кто в утробе, молиться за рожденного, молиться, чтобы Бог дал мудрости, в воспитании, в мудрости, в подходе к этому ребенку. Потому что каждый ребенок в семье, он разный, каждого разные наклонности. И воспитывать надо просить в Бога мудрости. Естественно, кроме молитвы, мы должны прилагать усилия. Когда мы говорим о строении семьи, строение – это что-то укладывать, время, здоровье для этого, заботу, папы работы, чтобы было чем прокормить, оплатить и так далее. И воспитывать, проводить время с детьми. То есть должны воспитывать. Естественно, мы говорим, воспитывать и этикет, и правильное поведение. Некоторые пытаются с малых лет учить, как правильно ложечку держать, как правильно выложку, как расставливать. Я не говорю, что плохо, воспитывать всех эти тонкости. Это нормально, если мы знаем. Но иногда родителям приходится учиться, потому что их не учили. И они с детьми вместе учатся и этикету, и добрых поведений. Но мы строим, мы влаживаем. И когда мы строим, и Бог присутствует там, Бог дает силы, мудрости, терпения для родителей. Не сорваться, не выразить свою боль, эмоции на детях. Тогда приходит Божье благословение. Но когда мы срываемся, когда нам иногда приходится просить прощения у детей, иногда приходится извиняться, потому что сами не поступили неправильно. И хорошо, когда к нам дойдет, что мы неправильно поступили. Но пусть Бог поможет и благословит нас. И также Библия учит нас в Псалм 77, я не буду уже читать эти места, учит нас о том, чтобы мы... Говорит так, что дорогой идешь, отдыхаешь, где бы ты ни был, рассказывай детям о Боге. Рассказывай, когда уже ребенок начинает понимать, рассказывай о величии Божьем, рассказывай, насколько Бог велик, рассказывай истории своей жизни и делай это для того, чтобы ребенок начинал, не начинал и понимал, рос в родительском доме уже с пониманием о том, насколько Бог велик. И когда придут какие-то трудности, они вспомнят, дети, родители когда-то рассказывали о величии Божьем. Хотя, может быть, нам кажется, что они не понимают, но они все прекрасно понимают и они все записывают. И даже наше поведение. Я знаю одного отца, который... Ну, такой дефект, наверное, был. Он, когда что-то тяжелое подымал, он стонал. И так вот подымает. И сын уже, когда вырос, он в таких вот домашних беседах, он рассказывает. Ты знаешь, когда ты стонал, я думал, что так легче подымать. И я тоже стонал, потому что мне кажется, ну, когда ты стонешь, ты, наверное, ну, вот, ох, тяжело, да, вот так вот. И начинает. И когда человек приходит, то есть чем это говорит? Что дети, они копируют. Мы даже не подразумеваем. Они видят, а папа так делает. Они нас копируют. То есть, что мы делаем? Что мы говорим? Как мы говорим о Боге? Как мы говорим о друзьях? Как мы говорим о церкви? Как мы говорим о родственниках? Как мы говорим? Дети слышат. И так и они будут думать. Так и они будут настроены против церкви, против... Если мы против настроены, если мы за, то и люди, и дети будут. И потом ты говоришь, пойди в церковь. А что? Там же такая церковь плохая. А что я-то буду ходить? Друзья, вот эти наши плоды воспитания часто мы жнем. Жнем иногда со слезами. Когда сеем со слезами, это одно. Пожинать с радостью. Но когда мы жнем со слезами, и мы тогда понимаем, что в прошлом было не так, а вернуть уже нельзя, то пусть Бог поможет нам. Когда мы на пути, молодые люди, когда у вас впереди вся жизнь, старайтесь Библию читать, исполнять Слово Господне. Делайте все, как уписано в Библии, как вам советуют. Лишнего не сделайте. Если скажут, лишний раз помолиться, лишним не будет. Пусть Бог поможет и благословит. Можно было бы говорить о воспитании детей. Но я думаю, что сегодня очень много доступно материалов по воспитанию детей. Вы можете прочитать, научиться. За короткое время не расскажешь всего. Одну мысль скажу еще, и перейдем дальше, последний момент, моменту о благословении, что когда ошибка большая в многих семьях, когда мы видим отрука, Библия говорит, отрука, понятно, по его занятиям, его видно отрука, чем он занимается в детстве, и когда есть наклонность быть каким-то доктором, и еще какая-то, развивайте в этом его, пытайтесь, чтобы он развивался в этом направлении. Если он хочет быть каким-то, там, другую профессию видит, да, художником, но иногда бывает большая проблема или, наверное, ошибка родителей, когда они с художника пытаются сделать доктора, с механика пытаются сделать музыканта. И я своих детей, мы с женой своих детей всех возили, платили в музыкальную школу. Мы хотели, но не все из них стали играть. Не все из них, кто-то сразу было видно, что он уже не певец и не музыкант. Кого-то были способности, но, знаете, развивать те, что есть, но не все они станут. Мы хотим, мы желаем, мы советуем, когда деда приходит к родителям и говорит, папа или мама, помоги мне, мне надо определиться в выборе профессии, вы больше знаете, к чему у вас ребенок, ну, как бы, наклонен, к чему больше в его развитии какое. Вы можете посоветовать, но не навязывать. Пусть Бог поможет, советы нужны, убедительные советы нужны, но никого в случае не навязывать. Вопрос благословения, друзья. Я прочитал этот стих, который я по евреям написано такие слова, седьмой стих, седьмая глава, седьмой стих евреям. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Интересное слово. Без всякого прикословия, то есть спорить об этом не будем, меньший благословляется большим. Друзья, если сын или в семье ребенок, он благословляется родителям. Кто для жены больше или меньше? Муж или жена? Библия говорит, муж – глава семьи. Для его глава Господь. И Библия говорит, что меньший благословляется большим. И вопрос благословения очень такой интересный. И я хочу кратко сказать некоторые слова. Евангелия от Евангелия, но это в Деянии Апостолу описано о Петре, когда у красных ворот лежал больной. Помните, да? И вот он и шел и говорит такие слова. Серебра и золота я не имею, но что имею, то даю во имя Иисуса Христа. Повелевает. Друзья, я так понимаю, что мы не можем дать больше того, что мы имеем. То, что мы имеем от Бога благословения. Если мы имеем финансовое, мы можем финансовое, но когда говорить о благословении ребенка или же детей, иногда я слышу спекуляцию родителей, и она такая каверзная. Почему? А вот если ты сделаешь не так, когда будешь жениться, я тебя не благословлю. А я вот так слушаю иногда и думаю, интересно, а у тебя есть чем благословить? Ну, ты возложишь руки на ребенка. Что до этого придет? Если твое сердце наполнено миром, если твое сердце наполнено благодатью Божией, наполнено Святым Духом, если твое сердце, то ты возложишь руки, и придет это благословение. Если нету мира, то ты можешь только передать то, что ты имеешь. Друзья, для того, чтобы благословить детей на совместную жизнь, конечно, я понимаю, что более к тому, кто располагается в сердце, кто к доброму ребенку, который и советуется, и уважает родителей, и уважал не перед свадьбой, а всю жизнь, то к этому и сердце располагается больше. Но тот, который делал неправильно, поступал неправильно, родители все равно сердце папы, мамы, оно хочет благословить, но полное или неполное благословение это уже зависит. И опять-таки, чем сердце заполнено? Говорить словами можно много, много-много наговорить можно, но придет ли это благословение? Знаете, мне вспоминается один стих, даже не стих, а выражение в Библии, там так говорится так, что Бог обращается к Моисею и говорит такие слова. Возложи, помолись за Иисуса Навина и пусть придет на его благословение от славы. Знаете, Моисей что-то имел. И вот ему было с чем поделиться. И когда мы читаем дальше, когда он помолился над Иисусом Навином, там пришло благословение на этого человека. Друзья, это обращение, наверное, ко всем нам, братьям, сестрам, молодым и старшим. Если мы хотим благословить, можем ли мы, когда приходит какая-то трудность в семье, могут ли дети предойти к вам и сказать, мама, папа, помолитесь, мне нужно ваше благословение? Или, может быть, дети скажут, как быстрее бы мне с этого дома уйти? Так надоели вот эти скандалы, так надоели, к сожалению, в христианских семьях. Иногда люди выбор делают. Но я бы хотел, мое желание, даже сегодня молитва будет благодарна, я бы хотел, чтобы отцы, матери, дети, планирующие создать семью, они помолились Богу, Господи, чтобы в моей жизни было благословение от Тебя, что когда придет ребенок помолиться, ты пришел, помолился. Я помню, это было в нашей семье, мой ребенок однажды, так было, это уже давно, много десяток лет прошло, не много десяток, больше десятка лет, и ребенок сломал руку, сломал руку полностью, вот, и шили, долгопроцесс был, восстановили руку врачи, что могли, но после операционного периода ему писали наркотики сильные, чтобы боль утолял эти наркотики, но мы с женой подошли и поговорили, чтобы ты понимаешь, сынок, если ты будешь вот это, это аддикты, ты будешь зависимым, давай будем молиться Богу, давай, и вот мы начали, вечером, перед сном, мы приходим и молимся, и вы знаете, для меня было огромное удивление, то, что когда мы засынали спать, ребенок помолились, ребенок заснул, мы засынали сами спать, в середине ночи, там через пару часов боль приходит к ребенку, ребенок приходит и говорит, на руку будет нас, помолитесь, мне очень больно, мы идем опять молимся, опять ребенок засынает и спит, вы знаете, и я для себя сделал, да, это в прошлом, да, это было в моей жизни, но знаете, вот это, что, это история уже, но я бы хотел и желал, друзья мои, братья и сестры, что когда приходят какие-то трудности в жизнь, чтобы детям не бегать, искать где-то, может быть, какой-то пастырь, может быть, какой-то человек помолится за меня, чтобы в доме вашем, священники в доме, чтобы детки могли подойти и сказать, помолитесь, мне очень плохо, мне нужна помощь, когда приходят болеют, чтобы имели дерзновение, как апостол Павел, Петр говорил, нет у меня золота, нет у меня серебра, но то, что я имею, я могу дать тебе в имя Иисуса, пусть Бог поможет, чтобы наши сердца, они были наполнены благодатью Божией, и вы знаете, создать семью по большому счету можно, с Бога или без Бога, но я бы хотел, чтобы и хорошие традиции, которые основаны на Библии, и уважение к родителям, к церкви, и дальнейшее воспитание детей, и дальнейшая жизнь, она была наполнена смыслом и Божьим присутствием, пусть Бог всех благословит, поблагодарим Господа, аминь. Боже наш, я благодарю Тебя и славлю Тебя, Господи, за это время, время Господь Божий, которое Ты дал, благодарю Тебя за церковь Твою, Господь Божий, слава Тебе, Аллилуйя Тебе, Господь. Господь наш и Бог, мы сегодня, в этот день, воскресный, Господь Божий, благодарим Тебя за то, что Ты с нами, мы благодарим Тебя, Господи Божий, за Слово Твое, за Твои, Господь Божие, Господи, учения, за то, что, Господи, нас наставляешь, Господь, я благодарю Тебя и славлю. Господи, мы живем на земле, Господи, в мире, где, Господи, семья, она, Господи, потеряла ценность, где семейные отношения, отношения между мужем и мужчиной, и женщиной, они приходят, Господи, какой это позор, некоторые выражают это и смеются, но мы понимаем, что Ты семью создал, Ты сотворил человека, Ты, Господь Божий, Господи, сказал, что мужчине нехорошо, создадим, Господи, помощника, сотворим ему, Господь Божий, Ты это сделал, благодарим Тебя, и в продолжении жизни, Господь Божий, Господи, Ты благословлял семьи, благословлял род человеческий, И сегодня я молюсь о церкви Твоей, Господи, чтобы ценности семьи, семейных, Господь, традиций, семейных, Господи Божий, общений, Господь, чтобы родства между собою, они жили хорошо, Боже, чтобы близкие люди, Господь, общались. Сегодня, Господь Божий, мы иногда слышим проблемы, которые приходят, которые, Господи, иногда близкие они разговаривают между собой, иногда родственники, Господь Божий, они враждуют, Боже, но мы просим милости в Тебя, благослови церковь, благослови народ Твой, чтобы, Господи Божий, вокруг Слова Твоего мы собирались, и, Господи, читая, Господь, Слово, которое Ты оставил для нас, Господь, чтобы нам, Господи, восстанавливаться, Господь, искать Твоего присутствия, благослови Ты нас, Господи, укрепи, Господь, также, Господь Божия, молитва за мужчин, Господь Божия, которые, Господи Божия, создали семьи, Господи, помоги быть с ним священниками, Господи, помоги, чтобы, Господи, мы, Боже, братья, чтобы мы, Господь, искали тех источников, от которых, Господи, Боже, источник воды живой течет, Господь, чтобы всем не приходила благодать, благословение Твое, Господи, если кому-то надо подтянуться в этом вопросе, Боже, помоги, дай силы, если кто-то себя осуждает и кается, прости, Боже, восстанови семьи народа Твоего, там, где нет мира, дай мир, Господь, там, где, Господь, Боже, раздор, Господь, да придет благословение Твое во имя Иисуса Христа, молодые люди, которые вступают в брак, дай им страх Твой, чтобы, Господи, Господи, во время подготовки, во время брака и до брака, Господи, они сохранили себя во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за это собрание, благодарю за слово, пусть имя Твое будет благословено, распусти нас с миром Твоим, Отец, Сын и Святой Духа. Амин.